Ииии приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона вновь Рома Валери. Записка, нацарапанная и стерзанной душой. Эта мелодия, она наполняет мой слух снова и снова. Голос поёт о боли утраты. Это чувство мне хорошо известно. Но эта песня не ранит мне сердце. Когда же этот голос поёт о надежде? Моя душа погружается в тоску. Ведь эта песня о том, чего у меня никогда не было и не будет. Есть предположение, что это... Даже я точно не знаю, но почему-то мне кажется, что это дочка Кратоса написала. Но опять же, я не могу быть уверенным. Песню же поёт Пандора. В дальнейшем мы о ней узнаем гораздо больше информации. И вообще история будет построена главным образом именно на персонажа, который сейчас поёт. Собираем рок Минотавра. Здесь как раз такой переходный. Момент к следующему этапу, к следующей локации. Здесь, как видите, истерзанные, страдающие души у Аида в владениях. И им приходится терпеть множество ужасных вещей. Но, к сожалению, другого пути у них нет. Они все умерли и попали сюда, в подземное царство Аида. Но давайте не будем о грустном всё-таки. Потому что Кратосу некогда грустить. Ему надо вообще-то месть там вершить Олимпу, крошить на части. В общем, атакуют нас такие знакомые нам и давно уже заставившие нас не раз ненавидеть себя Гарпии. Как видите, в этой части их сделали гораздо детализированнее, чем раньше. И теперь это действительно позволяет понять, насколько всё-таки эти твари гадкие и противные. Так что крылья отрывать от их туловища становится всё более увлекательным от счастья и захватывающим. Просто потому что это ни с чем не сравнимое удовольствие. С каждой частью становится всё красочнее и красочнее. Интересно, до чего же дойдут они в Асэншен. Появится ли там Гарпии. Пока мы можем просто ждать и думать, что же там в итоге будет. Как видим, там на заднем плане нам мельком показывают особое место. Это та самая цепь баланса между подземным царством Аида и Олимпом. То есть она тянется от самого низа до самого верха. И сейчас мы туда уже подойдём поближе. Ну а пока... Пока собираем всякие секреты, сундуки открываем. И мы немножко акробатических этюдов в исполнении Кратоса. Как видите, Кратос стал куда более приспособленным к различным перемещениям по территории. Может спокойно сбираться, перепрыгивать, лазить по выступам. По выступам, точнее. И чего только он не делает для того, чтобы пройти дальше. Потрясающая графика на самом деле в третьей части. Я уже, наверное, говорил об этом. Но согласитесь, посмотрите хотя бы на то, как прорисованы вот эти все руины, вот эти храмы, которые так или иначе, видимо, уничтожались и появлялось вот новое совершенно какое-то создание. Создавался новый рельеф, новая архитектура, место. И всё менялось постепенно. И только лишь со временем сформировался тот нам так знакомый подземный мир Аида. К сожалению, я не сразу вспомнил. Вы можете там уже писать про то, что здесь секрет слева, ты его не взял. Нет, я помнил про него, но почему-то вот у меня не сразу сработала вот эта вот возможность прыгнуть влево в этот выступ. И взять вот глаз Гаргоны из этого сундука. Теперь всё нормально, можем возвращаться обратно, лезть наверх и там уже идти по обычному стандартному маршруту. Даже с быстрым перемешением это довольно утомительно иногда. Итак, уже почти мы, наконец, уже пролезли дальше. Осталось совсем немного. Тут уж только перепрыгнуть, да, допрыгнуть вон до той колонны своеобразной, образовавшейся. Слово «судьи» использовано правильно, потому что это устаревшая форма, и использовалась она в данной игре для того, чтобы показать определенную историчность эпохи, в которой происходит игра. Надеюсь, теперь те умники, кто считают, что это неправильное слово «судьи», поймут, что они сами неправы. Это три «судьи» подземного мира. Кстати, одного из них мы потом встретим в Голсту Спарта, того самого царя Минуса. В общем, сейчас они уже, конечно же, в данной игре по-другому осуществляют свое существование, и существуют в виде таких вот огромных статуй с определенным разумом. А в Голсту Спарта мы еще успеем встретить минусы, как нормального человека. Кстати, статуя эта как раз изображает Пандору. На табличке вы видите надпись «Тот, кто желает предстать пред судом, должен прежде пройти испытание Эреба». Собственно, очень вовремя сейчас задать себе вопрос, а кто такой этот Эреб? На самом деле, это эпоха, которая олицетворяет вечный мрак. Испытание первое, приговоренный. «Заблудшие души снидают страх, им некуда бежать от своих грехов. Сразите все заблудшие души и тех, кто определяет их судьбу». Итак, первое испытание Эреба начинается. Множество людей попадает на вот эту вот площадку. «Я думаю, надо убегать!» И нам нужно убить, кроме того, что их самих, также вот эти длани Аида. Ну, их называют длани Аида, на самом деле, это просто руки, которые утягивают людей, как видите, вот здесь, в подземный мрак, в вечный мрак. И превращают их в ужасных, таких полуживых существ. «Что? О, нет!» К сожалению, мы еще не можем прокачать клинки изгнанника до второго уровня, поэтому пока сражаемся с первым уровнем. Ну, как можем. На самом деле, я даже не знаю, что тут с тактики вам предложить в первом испытании. Ничего сложного тут нет. Но, должен сказать, что это очень жестко, если вот уйти в сторону от того, что Крадз там убивает множество там Минотавров, различных других мифических монстров, то вот, собственно, людей он не так уж и часто убивает в игре. И поэтому это один из тех моментов, когда действительно довольно жестоко все происходит. То есть, нам, в принципе, необходимо убивать людей, чтобы пройти это испытание. Итак, первое пройдено, на очереди второе. Испытание второе. Потерянное. Зачем несчастные души, вернутые в царство Аида, ищут спасение? Ведь они обречены на вечные муки. Сразитесь не дающиеся души перед тем, как они попадут в царство мертвых. Вот, как раз, прикасаясь к той, вот, определенной такой магической стене, они превращаются в огромных быков. Вот, каждая душа, которая соприкоснется, превратится в такого быка. Поэтому, мой совет, убивайте всех тех, кто подходит как можно ближе к этой. Убивайте как можно быстрее всех, кто подходит наиболее близко к вот этой стенке. И тогда у вас появится всего вот один бычок, и вы сможете заняться, как только убьете всех остальных перед этим. Не так-то уж и много тут народу, в принципе, так что я думаю, вы управитесь. Что вы управитесь довольно быстро. Вот, успеваем мы даже еще одного, вроде. А, это просто, он превратился просто в солдата. И все, финиш. Финишинг мув. Второе испытание пройдено, осталось третье испытание. Насколько я помню, это последнее испытание. Испытание третье, избранное. Чтобы войти во врата Элизиума, потребуется не только сила и выносливость. Предстаньте пред судом, уничтожьте все на своем пути. Теперь нам дают в схватке сразиться с Гаргоной и нескольким количеством вот таких Гарпий, которых мы уже встречали до этого, прежде чем попасть к судьям. Как всегда, нас очень ласково и приветливо встречает любая Гаргона, но, как всегда, Кратос не особо падок на ласковое обращение и отвечает не взаимностью, а вовсе другим. Отрубает голову Гаргоне. И одновременно уничтожает всех, замораживая их. Но в данном случае не понадобилось, а вообще очень классно эти Гарпии превращаются в камень в воздухе и все такие дружно падают. И прям много красных сфер падает почти что с неба к вам в инвентарь. И это очень классно на самом деле смотрится. Итак, последний этап это вот бабочка и несколько таких Гарпий было. В общем-то, это последняя часть. Если справитесь с ними, то данное испытание просто-напросто закончится. Вот и все. Готов бычок и остался последний. Их очень классно подбрасывать в воздух и вот так вот использовать определенные движения в воздухе, нажав кружок. Не упускать такой возможности. И вот используем немножко лук Аполлона. И великолепно детализированное вот это движение убивания этого быка. Потрясающе смотрится. Искратце неплохой Матодор бы, наверное, вышел где-нибудь в Испании. Жалко, что Корида сейчас уже, насколько я знаю, официально запрещена даже в Испании. Здесь есть секрет. Если вы не знаете, то вот можете сюда так перелететь. И взять несколько вещичек из сундуков. И у нас первое обновление. Получив три Глаза Гаргоны, мы немножко прокачали свое здоровье. На очереди магия и предметы. Их частотность использования. Ну и, пожалуй, можно уже прийти к судьям. Идти к судьям, чтобы они сказали нам, какая ждет нас судьба. Которые гоги Олимпус и Ордер Зус, мы судьба трех правил. Продолжение следует... Который Иеркус found you wanting. Который Радамантос found you worthy. И на этой оптимистичной ноте я сохранюсь. И мы продолжим в следующей части. Извините, друзья, но я пока не могу делать видео больше. Продолжим в следующей части. В который раз благодарю вас за то, что смотрите, комментируете, подписывайтесь и ставите лайки. Я очень это ценю. И мне действительно обидно, что пока не получается делать большие видео. Надеюсь, когда-нибудь это получится и я смогу объяснить, почему так происходит. С вами был Ром Валери. Всего вам хорошего. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Но это смешно.